Эй, всем привет из Мичиган, здесь снова Сергей, Мичиганский дневник. Ну, я не знаю, если вы в курсе или нет, у нас в ноябре очередные президентские выборы. И два кандидата, товарищ Трамп, или господин Трамп, и товарищ Камала Харрис. И вот пришла первая рекламка от республиканской партии штата Мичиган, где она на имя Саши пришла, где они объясняют, почему Трамп должен быть выбран президентом. Я хотел бы с вами на это посмотреть. Ну, видите, как обычно, один из элементов пропаганды, хороший кандидат в цвете, плохой кандидат, зловещий и черно-белый. Давайте посмотрим, что предлагает Дональд Трамп у своих Common Sense, Agenda, то есть Common Sense, это как нормальные чувства, что ли, да, я забыл, как правильно перевести. Номер один. Убрать налоги на Social Security для пенсионеров. С этим я абсолютно согласен, хотя республиканцы уже давно пытаются всю эту систему социальной безопасности, Social Security приватизировать, передать в частные руки. И вообще некоторые пытаются ее убрать совершенно. Поэтому вот этот первый пункт насчет отменить так налог, это как-то странно, но я поддерживаю 100%. Я считаю, что пенсионеров не должны обкладывать налогами, они платили в эту систему, когда работали, теперь они должны получать деньги обратно, они не нужны никакие налоги. Можно чуть-чуть больше миллионеров обложить налогами, и пенсионерам, чтобы было легче. Номер два. Позволить выборщикам в каждом штате решить свои собственные законы или там правила по абортам. Если вы в курсе, одно из самых больших крупных достижений Трампа в свое время, когда он был президентом, это то, что он назначил Верховный суд двух очень консервативных судей, и в итоге эти ребята взяли и отменили закон, там правила Роуи Уэйд 50 лет назад, там в 70-е годы, в общем было федеральное разрешение на аборты. Это успешно отменили, то есть это один того, что требовали консервативные, крестьянские, религиозные товарищи, и это же ударило палкой, так сказать, палка в двух концах. Он сделал их заказы, в итоге, мне кажется, одна из причин, почему он проиграл в 2020 году, это потому что очень много женщин разозлились и проголосовали за демократов, потому что фактически был закрыт свободный доступ к абортам. И они пытаются это делать дальше, потолкнуть вообще, запретить аборты на федеральном уровне. Сейчас каждый штат может проголосовать и решить, что и как. Допустим, в Мичигане уже это приняли закон, что можно делать аборты, нет проблем. Естественно, во всех консервативных штатах идут запреты, поэтому этот намек такой, знаете, он типа как, чуть ли не извиняется, что я, мол, аборты запретил. И, кстати, там вообще фишка, вот другие штаты пытаются даже запретить, чтобы по почте присылали таблетки. Есть вот такие таблетки, называются The Day After. На следующий день, то есть там барышня по пьяни переспала, парень, естественно, не хотел пользоваться презервативом, чтобы не забеременеть, можно таблетку принять на следующий день. И шансы беременности резко падают. Им даже это не нравится. Хотят это закрыть, это отменить. Следующее. Secure the Southern border. В общем, укрепить южную границу, депортировать всех нелегальных криминалов и разрушить зарубежные драк-картелы, то есть наркокартели. Окей. Стену строить, я уже сто раз говорил, не имеет смысла. Слишком большая граница. Одно дело, когда там у Израиля граница в сколько-то километров, там можно построить стену. Здесь, на границе с Мексикой, это физически очень трудно. Там что-то 2000 миль. А потом это же надо все следить, войска держать. Мне кажется, много было проще, как когда живешь в советской многоэтажке, если у тебя на кухне начала вода капать с потолка, лучше бежать наверх и узнавать, где вода течет, а не пытаться как-то себе в потолок там делать гидроизоляцию. То есть надо ехать в страны Центральной Америки. Это уже не Мексика на первом месте по иммигрантам нелегальным. Это там Гватемала, по-моему. Ну, то есть надо узнавать, что там происходит и каким-то образом там помогать. Намного дешевле. Может сделать какие-то инициативы компаниям, открывать там фабрики, забирать бизнес из Китая, перевозить бизнес в те страны. Люди будут работать и не будут они пытаться проникнуть в Америку. Это получается очень жесть ситуация в той стране, если они с детьми маршируют через тысячи километров, чтобы перебраться в Америку. Номер четыре. Перестроить наши города. Rebuild our cities. Это совершенно непонятно, что это означает. И кроме кого намек, так и большинство крупных городов в Америке, они выбирают демократов. И поэтому, наверное, как-то может попробовать республиканцев сделать майор. Я не знаю, что это имеется в виду rebuild. И тут еще фишка. Вот республиканцы очень, так сказать, манипулируют красивой математикой. Допустим, всегда говорятся о том, какой высокий уровень криминалов Чикаго. Но дело в том, что можно на криминал смотреть в отношении, какое население города, или смотреть, сколько, скажем так, убийств или преступлений на тысячу населения. Если смотреть статистически, то Чикаго не на первом месте совершенно. Есть города в республиканских штатах, которые намного опаснее в этом плане, потому что там по количеству убийств на тысячу человек показатели намного выше. То есть непонятно вообще такой какой-то странный призыв перестроить наши города. Номер пять. В общем, violent criminals. То есть держать криминалитет жесткий, с улиц их убрать. Или keep them. То есть получается то ли сроки увеличивать за какие-то криминальную активность. Это тоже непонятно. Окей. Никто не пытается их держать на улицах. Ну, whatever. Шестой пункт. Убрать мужчин из женских спортов и защитить женский scholarship. Окей. В стране, где большие проблемы, во многих областях экономики, высокий уровень бездомности. Тут вот, блин, очень важно убрать мужчин из женских спорта. То есть я понимаю, вам нравится спорт. Да, там что-то можно делать. Но ставить это как президентскую платформу. Вот, знаете, выбирают уже, лишь бы что-то бросить, что-то предложить. Мне лично абсолютно плевать. Естественно, надо как-то... Я бы делал отдельный спорт. Если, скажем, там мужчины и женщины, которые поменяли пол, можно просто сделать отдельный вид спорта. И пусть они, ну, это как группировка. Как есть вот спорт и олимпиада для инвалидов. Понятное дело, инвалидам соревноваться с людьми, у которых все есть руки, ноги, не имеет смысла. Аналогично можно сделать, если достаточно будет таких людей, отдельные спортивные соревнования для трансджендер. И пусть соревнуются. Но опять же, ставить это именно в президентский проект, это мне кажется очень глупо. Номер семь. Unleash. То есть снять с поводка, дать, в общем, рвануть вперед американская продакшн энергии. То есть нефть, чтобы снизить цены на бензин и инфляцию. Совершенно идиотское здесь постановление. Прежде всего, я не знаю, кто в курсе, у нас сейчас Америка вышла на первое место в мире по производству нефти. Да, это благодаря этому фракингу. Дело в том, что фракинг, это очень дорогая технология. Хотя себестоимость снижается, это намного дороже отбывать нефть таким макаром, чем как, допустим, в Саудовской Аравии просто стоят вышки, стоят насосы, и они медленно качают нефть, или она сама течет. Фракинг. Я не помню, я забыл проверить. Там нужно минимум 40 или 60 долларов за бэрл нефти. Это чтобы была себестоимость, чтобы быть в нуле. То есть американским производителям нефти невыгодно понижать цены на нефть. Им наоборот, они открывают новые нефтевышки, когда цены растут, и они их консервируют, когда цены падают. То есть дать им больше качать дорогой нефть, и чтобы цены упали, это не имеет смысл. Но это очень многие американцы, особенно те, которые любят кататься на больших пикап-траках, они очень, так сказать, нервничают по поводу... И никакие невысокие цены. Ну, там 3-4 доллара за галлон. С учетом инфляции, сейчас цену, я помню, в 95-м году, по-моему, там 1.15 доллара было за галлон. То есть сейчас цена должна быть в 3 раза выше. Она так и есть. То есть это просто нормальная цена с учетом инфляции. Если было бы дико дорого, сейчас 5-6-7 долларов за галлон должно быть. Номер 8. Остановить бесконтрольную трату денег, чтобы остановить инфляцию. Опять же, какие out-control spending, на что? Мы все знаем, что и демократы, и республиканцы тратят с удовольствием деньги на войнушку. А вот по остальным темам, какие out-control spending, деталей нет. Нет, инфляция, она не за spending, а именно из-за того, что влили в экономику деньги, когда был COVID, чтобы вся экономика не накрылась медным тазом. А сейчас, естественно, приходится за это платить в виде инфляции. Можно было бы, конечно, не давать деньги народу, они бы сидели дома, и тогда был бы полный крах, но whatever. И девятое. Убрать налоги на чаевые для официантов. Тип-бейст-воркер, это в основном официанты. По-моему, Камала Харрис тоже самое говорит. Опять же, это такая мелочь. Естественно, я тоже согласен. Налоги не обязательно убирать, просто нужно поднять зарплату. Я не знаю, в курсе или нет, я планирую делать отдельное видео на эту тему по поводу Мичигана. Когда ты работаешь официантом, допустим, в Мичигане минимальная зарплата сейчас, по-моему, 10 долларов 33 цента минималка. Минималка у официантов 3 доллара 61 цент. В три раза меньше, фактически. Потому что считается, ну, они столько чаевых получают. То есть ресторанам очень выгодно, они фактически бесплатно имеют рабочую силу. И на чем выживают официанты, это именно в том, что им дают чаевые. И эти чаевые, они в основном, естественно, налом, но сейчас больше платят, конечно, карточками. Раньше была фишка, был так называемый estimated. То есть даже если ты получаешь чаевые кэшем, налом, которые не знают, правительство такое. Ну, мы считаем, что ты примерно получаешь столько-то чаевых. Поэтому вот моя жена, когда работала официанткой, она говорит, вот чек от ресторана, там она вот неделю поработала в ресторане, ей платит ресторан там 10 долларов, 15 долларов за всю неделю. Потому что зарплата 3,60 в час, минус налог на те чаевые, которые она получила по их расчетам. То есть в этом плане, опять же, это для всей уровня страны, я не знаю, сколько официантов в Америке, но это, мне кажется, не... Ну, он пытается, знаете, так сказать, бедноту как-то так под них подкатиться, потому что обычно Трамп всегда снижает налоги для миллиардеров корпораций. И вот что самое интересное, вот эта вот фишка сейчас, это самое интересное. Этот, вот это вот девятый пункт, прямо из платформы Трампа, а не из проекта 2025, который Трамп не создавал, не написал, и который он не поддерживает. Кому интересно изучить эту тему с этим Project 2025, опять же, еще статья из Forbes. Трамп, он, короче, без уаус, типа, отрекся от этого проекта 2025, что, говорит, идеи абсолютно идиотские и глупые. Мы сейчас секунду поговорим об этом, но изучите, потому что это впервые мы прочитали программу. Это вот контора Heritage Foundation, это самый главный такой think tank, то есть группа, которая разрабатывает будущие планы, куда двигаться в консервативной Америке. То есть они фактически как мозги республиканской партии, они ищут, допустим, когда Трамп назначил этих двух судей-консерваторов, он же не знает их. То есть ему дали список, человек говорит, вот нам желательно, чтобы ты вот этих двоих задвинул, это от Heritage Foundation. Но когда этот проект всплыл, там столько всякого интересного, что Трамп понял, говорит, ну, короче, у Трампа, вы что, идиоты, это все, так сказать, давать знать до выборов. Это все нужно было после выборов, когда меня выбрали, тогда можно начинать ваш проект. А там, ну, и по поводу абортов, что хотят полностью запретить на федеральном уровне аборты, что там куча всякого интересного. Ну, кое-что мы глянем так на секунду. Давайте посмотрим на Камалу Харрис, как я сказал, в черно-белом, естественно. Я удивлен, что они ничего не написали, что она там коммунист, социалист. Просто написала 10, так сказать, policies, 10 ее проектов, которые доказывают, что Камала Харрис failed, слабая и опасная либералка. То есть она слабая, но в то же время опасная либералка. Непонятно, как две эти можно вместе собрать. Вначале ее вспоминают, что она была в Сан-Франциско district attorney, была адвокатом каких-то там, какого-то она разрешила, так сказать, выпустить какого-то криминала, который потом убил двух мужиков. Окей, shit happens. Каких-то крэк-дилеров она тоже защитила, потому что они были нелегальные мигранты. В общем, судя по всему, она их посадила в тюрьму в Калифорнии и отказалась, может быть, чтобы их выслали из страны федералы. Ну, видите, можно покрутить, я не знаю. Потом, опять же, когда она уже в Калифорнии была attorney general, то есть главный прокурор, она запретила скрытое ношение оружия. law abiding season, это классическая фраза для республиканцев, law abiding season, то есть законопослушным гражданам она была против том, что они могли носить оружие до тех пор, пока они могут доказать, что им действительно очень позарез нужно носить оружие помимо личной безопасности. То есть, если там идешь ты в церковь, зачем тебе с собой приносить пистолет, да, или там идешь ты в магазин покупать, зачем ты с собой берешь пистолет. Ну, это такое, я говорю, у меня вот, в Мичигане та же фишка, что можно в открытую носить пистолет, а если ты его прячешь, conceal, то нужно специальный permit. Нужно проходить тренировки, нужно сдавать, в общем, экзамены, только после этого получаешь разрешение. Чего-то там, опять нашли какие-то, какая-то опять ситуация, что барышня была без сознания, ее изнасиловали, она сказала, что это был non-violent crime, то есть, это насилие, это был криминал, который не вовлекал в себя насилие. Опять же, я не хочу спорить, к счастью, мне никогда не довелось быть изнасилованным, потому что я не могу сказать, это такая разница, когда барышня пьяная в дребезги, ее с ней переспали, а потом она заявляет, что это изнасиловали, или ее изнасиловали, пока она была без сознания. То есть, всякие случаи бывают, бывают ситуации, когда барышня переспит, а потом решают подавать на изнасилование. То есть, случаи бывают разные. Ну, опять же, когда сенатор, а вот, наконец-то, она вместе с Берни Сентерс, так сказать, предлагала социалистическое government health care. То есть, у нас проблема, все, значит, со стоимостью медицинского обслуживания, и вот проклятая Камала Харрис, вместе с проклятым коммунистом Берни Сентерс, предлагала вариант делать государственную систему здравоохранения, которая существует во всех остальных развитых капиталистических странах. Великобритания, Германия, Евросоюз, весь полностью Австралия, Новая Зеландия, даже Израиль, которому деньги дает Америка каждый год, там 9 триллионов долларов просто так дают, по-моему, 9 триллионов. В Израиле есть социалистическая государственная программа здравоохранения, по-моему, 5% или 6% налог на каждого, только в этот фонд идет, и почему-то республиканцы не называют Израиль социалистическим, но если мы такое сделаем в Америке, то это, конечно, будет социализм, и этот план увеличил бы налоги. Естественно, кому-то нужно за это платить, он увеличил бы национальный долг, хотя при Трампе дали огромный кредит корпорациям, богатым товарищам, там триллионы долларов увеличится на долг, но это нормально. Это когда вот людям дают дешевую, недорогую медицинскую страховку, то это плохо. И также оно уничтожит частную health insurance, да, медицинскую страховку. Ну и было бы, слава богу, это одна из самых ужасных проблем, это как разжирели, отолстели эти частные медицинские страховки, которые берут деньги от вас, кучу денег кладут себе в карман, и потом остальное отдают госпиталям. Зачем нам этот посредник, правильно? Ну это вот ужас какой, да, eliminate private. Ну и опять что-то тут насчет, упоминают, это же самые такие, как считаются отъявленные либералы, это Александрия Кассио-Кортес и Берни Сэндерс. Grand New Deal, который убил бы 2 миллиона американских работ и стоил бы американским семьям 165 тысяч долларов. Я не имею информации по этому поводу. И как президент она вот полностью провалила экономику, хотя экономика двигается нормально, цены на недвижимость растут, фондовый рынок около пика, но инфляция достигла 40%. Окей. Ну опять же, надо же упомянуть то, что на границе она там все провалила, более 10 миллионов людей зашли в Америку нелегально, я не знаю какие точные цифры, недавно Трамп сказал, что он думает, что больше 20 миллионов зашли. Ну у меня отношение к иммиграции, вы в курсе, если смотрите мой канал, люди это кровь страны, если население в стране падает, это плохо, если население растет, это хорошо. В Америке фактически прекратился натуральный рост населения, он даже бы, наверное, падал теперь, потому что меньше и меньше детей, семьи имеют или вообще не имеют детей, поэтому нужно за счет иммиграции поддерживать рост населения, это самая простая фишка, как можно, чтобы экономика росла нормально, просто потому что больше населения, больше нужно туалетной бумаги попу вытирать, надо больше еды, больше одежды, больше всего прочего, то есть рост населения, он растит экономику. То есть страна огромная по размерам, Китай намного меньше, ну прилично меньше, чем США, и там население во сколько, 1,6 триллиона, по-моему, да, у них, а в Америке 300 миллионов с копейками, то есть там чуть ли не в 5 раз население выше, и в Китае почему-то экономика растет. Ну и опять же, типа они там что-то намутили, накрутили с местным производством нефти и газа, и это увеличило цены на 30%, это все сказки. Сказки для тушканчиков. Ну вот такая вот брошюрка, и сейчас, кстати, вот опять же про Project 2025, то есть мы просмотрели самые главные пункты, и написано, что это не, совершенно не имеет никакого отношения к Project 2025, это все чисто трамповская идея, и он вообще не переваривает Project 2025, ничего к нему не имеет никакого отношения, и знать об этом не хочет. Давайте сейчас глянем. Окей, мы сейчас с вами на главной странице Project 2025, это их, кому интересно, называется project2025.org. .org означает, что это типа non-profit, и это написано, что это историческое движение, которое собрало более 100 уважаемых организаций со всего консервативного движения, и to take down deep state, глубокое, в общем, и вернуть правительство людям. В общем, та-да-да, та-да-да, и давайте теперь сравним. Номер три и номер один, один в один. Девепонизировать, в общем, сделать федеральное правительство более под контролем президента, особенно ФБР и Департмент правосудия, ничего не сказали. Следующее. Unleash American Energy Production to reduce energy prices. Номер семь. Unleash American Energy Production to lower gas prices. О-оу. Номер семь один в один совпадает с Project 2025. Cut the growth of government spending to reduce inflation. Снизить рост правительства, чтобы уменьшить, или траты, чтобы уменьшить инфляцию. Номер восемь. Остановить out of control spending to end inflation. Опять то же самое. Федеральные бюрократы более должны быть accountable to democracy elect to present Congress. Вот это вот самое страшное. Сейчас у нас имеется независимость правительственных бюрократов от президента и Конгресса. То есть они делают свою работу вне зависимости, кто власти, демократ или республиканец. Проект 2025 хочет, чтобы они были подвластны. То есть чтобы президент приказывал им, и они исполняли его приказы, в общем, были под полным контролем. Улучшить образование. Они хотят закрыть Министерство образования, Department of Education. Ben biological males from competing women's sport. И еще один. Запретить мужичинам, биологическим мужчинам соревноваться в женских спортах. Номер шесть. Запретить держать мужчин из женского спорта. То есть, несмотря на то, что тут написано, что Трамп совершенно не имеет никакого отношения, бла-бла-бла, то и то. Если посмотреть рядышком, по крайней мере 50% совпадает по чуть ли не слову в слово. То есть это все вранье Трамп. Ну, он, конечно, это все не придумал. Но если он дорвется до власти, в чем я сомневаюсь, они, блин, два сапога пара. А вот такой короткий анализ. Надеюсь, вам понравилось это видео. Все. Голосуем. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok